Вот сейчас 9 часов вечера, как я и говорила, что вряд ли мне что-то дастся показать, но вы слышите сейчас шум урагана. Пары же ветра, шум дождя и нибероятный болт, деревья склонятся к земле, дождь бородами покрошен, срочно посадят ветки над кровью. И сквозь эти шумы и звуки пробиваются голоса лягушек нашего озера, они тоже сейчас в активной казе. Слушаем звуки живой природы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так выглядит наш backyard сегодня после урагана. Субтитры делал DimaTorzok У меня под ногами хрустят ветки. Земля влажная, вода стоит, хлюпает под ногами. Я подхожу ближе к озеру. И там видно, что это в воде. Субтитры делал DimaTorzok Пластик, крыша. Вот моя манга. Слышим гул, это работают генераторы. Многие люди потеряли электричество, но у нас все нормально. И вот так выглядит небо. Облака несутся теперь в другую сторону. С юго-запада на северо-восток. Ветер сильный, но уже потеплело и нет дождя. Время от времени что-то капает. Но это не дождь, мы говорим, спринкл. Просто влага в воздухе. Так выглядит наш дом. И так выглядит наш бакьяк. Вы видите, деревья сильно изменились за эту ночь. Ночь кошмара. Очень много листвы. Не только веток, но и листва на земле. А полностью исчезла под водой палуба. Вода очень сильно поднялась. И там, где вот из воды торчат молодые пальмочки, это место нашей палубы. Она покрыта водой. Лимонное дерево. Маленькая апельсинка вырвана с корнем. И наша теплица. Пластик разлетелся в разные стороны. На крыше все в порядке. Но сегодня я узнала, что вот щинглс, то, что покрывает крышу, это такие пластины из столя. Чем старше они, тем более они не ставят ее в город. Для них очень трудно. Например, соседская крыша. У нее парочку щитков оторвалось, потому что они недостаточно хорошо спаяны. Они установили крышу года два назад. Покрывали крышу, когда дом покупали. А у нас вот они прилегают плотнее, поэтому особого урона нет. А, нет, я вижу. Один оторвается. И вот осинное гнездо. Очень сильно пострадала теплица. Искорежена, искорежена. Вот так вот я сейчас найду палатку. И стул задержал вот эти вороты. Снова мы снаружи. Там, как вы видите, на луне выглядит все. И вот такой величины ветки под ногами. Вороты. Так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, кто нас смотрит, кто за нас волнуется. Первое, что я хочу сказать, что мы в порядке. Вот сейчас я вам покажу двор, над которым нам пришло потрудиться. Пришлось. И как видите, все ветки мы убрали. И на земле валяются кое-какие ветки, листья оборванные. Но самое основное позади. Завтра мы возьмем грабли. Вот по озеру люди на лодочке катятся тоже. Решили посмотреть на все это со стороны. Сегодня вообще я на нашей дороге видела необычное количество людей, прогуливающихся в спортивной одежде, со своими собаками, со своими детьми. И это просто человеческое любопытство. И мы тоже прокатились. И мы тоже посмотрели, что случилось вокруг нас в эту ночь. И, конечно же, я сделала видео, которое вам покажу. А сейчас вот такой обзор нашего заднего дворика. И очень милая картинка. Прогулка на водном катамаране. Наша палуба совершенно не видна. Она покрыта водой. Я только догадываюсь, что она там, где вот из воды торчат две пальмы. Пальмы у нас стали водными растениями. Как и камуши. Вот такое яркое ослепительное солнце. Прекрасно выглядит дерево манго. Наша крыша в порядке. Ну, теплица повреждена. И мы теперь должны решить, что с ней делать. А вот дубы заметно поредели. И я считаю, что это очень печально. Эти деревья дают тень, необходимую нам в знойном климате, Флориде. Но посмотрите, что. И вот все, что с них нападало на земле. Листопад. Ветки. Желуди. На ветках несозревшие. Бедные наши белочки. Так выглядит наш двор. Там вдали поваленная апельсинка около забора. А здесь поваленный горшок с манго. Поднять его невозможно, потому что я сейчас покажу, там такие корни сквозь горшок проросли в землю. И его только теперь выкапывать и пересаживать. Я думаю, что оно займет место апельсинки. Потому что это дерево уже все. Пришел его срок. Забор поломанные соседи починили. Очень оперативно. Мы-то всю ночь не спали. Но я думаю, что мало кто спал. А когда проснулись и вышли на улицу посмотреть на всю эту картину, обнаружили, что многие соседи уже взяли грабли, уже взяли все, что необходимо. Мешки пластиковые стали собирать ветки, мусор. Вот мой огород. Что интересно, ведьминные метелочки как стояли, так и стоят. И баклажан там, цветок имбиря. Этот угол западный, он был самый защищенный. И сейчас я показываю дальше. Это плоды нашего труда уже. Тут очевидно. Поломанная ветка. Ее надо будет пилить. Все еще так, все еще не очень празднично. Ну вот, куча. Наших веток. Вот так соседи поработали. Кстати, видно, как там у них за домом обломалось дерево. Напополам. Чуть-чуть задело крышу, но не очень пострадали. Здесь мы тоже ветки убрали. Крыша вроде бы в порядке. И, кстати, в воздухе уже запах барбекю. И сейчас мы счастливчики. Вот такую кучу мы собрали веток. Наломали их и быстренько отнесли на край нашего участка. Вот такая гигантская куча. Она у нас больше, чем у всех получилась. Вот я все иду, иду. Это наша гора веток. А вот соседская. Ну и не так много территорий. Вот наша теплица. Так, с виду она вроде бы даже еще ничего. Несколько плиток потерялось. Там на крыше надо будет тоже ветки помести. Вот у нас туристы такие гоняют здесь. В основном очень много людей, кто покидал дома, возвращается сегодня обратно. И очень сильный трафик. Машина за машиной. Сейчас уже попритихли. А так было много машин. Вот наша гордость. Сделали мы это сегодня. Ну тут вот сколько деревьев. Уже темно. Уже темнеется. У нас все заходит. Процесс показывать у меня не было желанием. Потому что... И вот эти наши дубы. Трудно передать. Как они меня печалят. Вот. И я делала видео. В ожидании урагана, конечно, можно будет сравнить теперь, что это было и что это стало. Еще работы, конечно, непочатый край. Листьями засыпана земля. Чуть-чуть покосилась арка. Но вообще все неплохо. Почему? Потому что у нас есть свет. У нас, следовательно, есть и вода, и холодильник, и лед. И вот мы можем готовить. И кроме всего, сейчас уже подключился интернет, и телефонный сервис заработал. Мы можем общаться. Мы выехали на дорогу. Некоторые светофоры не работают. Очень трудно перемещаться, потому что чувствуется, что люди очень нервные. За рулем кто-то куда-то мчится, кто-то кого-то спасает, кто-то едет домой. То и дело. Звучат сирены, скорые, полиция, много работы проводят электрокомпании. Везде их треки. Освобождают провода. Есть такие места, где деревья висят на проводах. Провода валяются по земле. Но все это преодолимо. Еще раз нам повезло. У нас есть электричество. Я связалась со своими подружками. Только короткое текстовое сообщение можно было передать. И от них пришло, что у них нет электричества в Орландо. И, конечно, не очень сочувствую. В таком жарком климате оказаться без кондиционера и холодильника это непросто. Услышала крик журавлей, позвала их. два полетело взрослых куда-то мимо. Опять они не приходили. всякие звуки, лягушки, птички. И вот такая чистая водичка. чистая вода от ураганного дождя, который столько-столько-столько беды натворил. форил. И еще долго флорида будет расхлебывать эту водичку. И день сегодня такой очень для Америки печальный. 11 сентября. Поэтому по телевизору только об этом. Показывают, конечно, репортажи про Ки-Вест. Что там показывать? Холодильники и диваны плывут по каналам. Мобильные дома разметало. Кто был в каменных домах, кто был там на втором, на третьем этаже. Вроде люди в порядке. И вот еще рано утром был репортаж от координатора дома, музея Эрнеста Хамингуэя. Наша главная печаль была кошки. Их там 35. Они необыкновенные все наследницы Хамингуэя. Живут они свободно гуляют по территории этого музея заповедника. Ну, конечно, было очень тревожно за них, потому что, во-первых, как их всех спасти, как их всех поймать в саду. Ну, координатор музея сказал, что ни одно животное не пострадало. Это огромная радость. И опять вот хочу сказать об отношении к животным. В новостях Fox News мы слышали такие просьбы к людям. Даже если вам нужно переехать в шелтер, пожалуйста, не оставляйте своих животных. Найдите возможность их спасти. Найдите переноску, затолкайте туда, катая собаку, везите их с собой, ни в коем случае не оставляйте. И я верю, абсолютно уверена в том, что люди, ну, крайне кто мог бы оставить свое животное, убедев такой. Вот такой лукоморья дуб зеленый, соседский. Он красавец. У него шаровидная крона, да и ничего с него и не попадало. Пара веточек там плавают и листья. И я с вами прощаюсь на этом. Я желаю всем быть в целости и сохранности, берег себя и в следующий раз скажу, насколько мы были готовы, как мы готовились к этому испытанию. Еще более подробно расскажу, как мы его прошли. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. И мы всегда рады встрече с вами. До свидания. субтитры субтитры